Привет друзья! Предлагаю вашему вниманию обзор на британский сериал, под названием «Незабытый. Четвертый сезон». Но прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, будет много интересного. Итак, незабываемый, британский телесериал о криминальной драме, который впервые вышел в эфир на канале Ива 8 октября 2015 года. Он написан автором Крисом Лэнгом и снят Энди Уилсоном. Программа рассказывает о двух лондонских детективах Дэси Кэсси Стюарт, Никола Уолкер и детективе Санни Хан, Санджиф Пхаскар, которые раскрывают нераскрытые дела об исчезновениях и убийствах. В Великобритании транслировались три серии, каждая из шести серий. Первая серия в 2015 году, вторая серия в 2017 году и третья серия в 2018 году. Отношения с жертвой. По мере раскрытия тайны убийства эмоциональные последствия преступления также исследуются в жизнях пострадавших. Незабытый получил признание критиков, Том Куртине получил телевизионную премию Бафта 2016 за лучшую мужскую роль второго плана за первый сериал, а Марк Баннар получил премию Бафта Шотландия 2017 года за лучшую мужскую роль на телевидении за второй сериал. Четвертую серию планировалось выпустить осенью 2019 года, однако Ива подтвердила только в январе 2020 года, что съемки начались, а трансляция отложена. Показ нового сериала начался в феврале 2021 года. Первая серия посвящена убийству 17-летнего Джеймса Джимми Салливана, Харли Александер Сулле, исчезнувшего в 1976 году. Его останки были обнаружены во время сноса дома в Северном Лондоне. Вторая серия повествует об убийстве Дэвида Уокера, Дэниел Гослинг, консультанта консервативной партии, который пропал без вести в 1990 году. Его омыленные останки были найдены в чемодане, брошенном в реку ли на северо-востоке Лондона. В третьей серии расследует убийство школьницы Хейли Рид, Брана Кво, который исчез из приморского курортного города на новогоднюю ночь 1999. Ее скелет обнаружен рабочими, ремонтирует центральную оговорку о автомагистрали М1 в Лондоне. Съемки первого сериала начались в марте 2015 года и длились 12 недель. Места включали Ливерпуль, пригороды Лондона, Кингстон-Апон-Темс, побережье Эссикса, Вестминстер и Фюнс. После неожиданного успеха первого сериала Ива заказала вторую серию, Лэнг вернулся в качестве сценариста, а Уилсон – в качестве режиссера. Он был застрелен на месте на берегу реки Ле в Катсуолде и вдоль набережной в Брайтоне. О заказе третьей серии было объявлено 2 марта 2017 года после сильных просмотров. Действие происходило в Лемингтоне, Хэмпшире, который заменил вымышленный Миддингхэм и его Устья, Акзридже, Миддлсиксе, Омершиме в Бэкингемшире, Клифтоне в Бристоле, Илинге в Западном Лондоне и Кингслинне и Хонстентоне в Норфолке. Пустой особняк в Буллстроуд парке недалеко от Джерардс Кросс, Бэкингемшир служил местом для полицейского участка и лабораторий. Спустя всего 7 недель после окончания съемок третий сериал начал транслироваться в Великобритании 15 июля 2018 года. Четвертую серию планировалось выпустить осенью 2019 года. Однако Ива подтвердила только в январе 2020 года, что съемки начались, а запланированные сроки трансляции были отложены. В сентябре 2020 года было объявлено, что съемки возобновились, и сериал планируется показать в 2021 году, когда актеры Уокер, Пхаскар, Ривз и Иган снова сыграют свои роли. В итоге новый сериал начал показ в феврале 2021 года. Биография актеров, Никола Уокер, родилась 15 мая 1970 года, английская актриса, известная своими ролями в различных британских телепрограммах с 1990-х годов, в том числе роль Рут Эвершетт в шпионской драме «Призраки» с 2003 по 2011 годы. Она также работала в театре, радио и кино. В 2013 году она выиграла премию Оливье за лучшую женскую роль второго плана за спектакль «Забавный инцидент с собакой в ночное время» и дважды номинировалась на премию Бафта Тиви за лучшую женскую роль второго плана за драму BBC «Последняя танго в Галифоксе». Предложив место в Королевской академии драматического искусства после окончания Кембриджа, Уокер уже имела несколько ролей и агента, поэтому она решила продолжить свою актерскую карьеру. Живя в Лондоне, она делила квартиру с Перкинсом, Сарой Фелпс и Эммой Кеннеди, а также выступала на Эдинбургском фестивале и Лондонском фестивале «Фриндж». Телевидение первые главные роли Уокера на телевидении были в 1997 году, когда он сыграл Джипси Джонса в адаптации Channel 4 «Танец на музыку времени» и как учительница английского языка Сьюзи Трэвис в двух сериях школьного ситкома Стивена Мафата Мелл. Она также появлялась в гостевых ролях в таких сериалах, как «Далзил и Паска», «Джонатан Крик», «Пирог в небе» и «Броукен Ньюз». В 1997 году она сыграла главную роль инспектора Сьюзан Тейлор в триллере «Ива прикосновения к злу» с Робсоном Грином. Она также появилась в двух его продолжениях в 1998 и 1999 годах. Также в 1999 году она сыграла главную роль в постапокалиптическом драматическом сериале «Последний поезд», также показанном наиво, по сценарию будущего сценариста «Призраков» Мэтью Грэма. Также в 2003 году Уокер играл Молли в BBC радиоадаптации Нью-Романсерпа Уильяма Гибсона. В 2003 году, когда производственная группа «Кудоус Телевижн» хотела заменить персонажа, которого играет Дженни Агутер в первом сериале «Призраков». Роль Рут Эвершетт была специально написана для Уокер из второго сезона. Она оставалась в шоу до пятой серии, в постановке которого было объявлено, что она ожидает своего первого ребенка и уезжает. Она вернулась в 2009 году и продолжала работать до тех пор, пока сериал не закончился в 2011 году. Бен Джи Уилсон из Дейли Телеграф похвалил Уокер за выступление, заявив, актриса, выжимавшая каждую каплю из величайшего в мире тряпичного коврика на телевидении большую часть десятилетия. Сцены с Питером Фертом, еще одним прекрасным игроком, превратились в замкнутые маленькие пузыри из Вельшмерцеа в каждом последнем эпизоде. В 2007 году Уокер сыграл важную роль второго плана в роли похитителя детей в драматическом сериале «Ива 1 Торн» и появился в адаптации BBC Оливера Твиста. В 2009 году она появилась в качестве горничной в новой BBC адаптации в Генри Джеймса «Поворот винта», который также играл главную роль Мишель Дака и Сью Джонстон. В 2010 году Уокер появилась в роли осажденной жены Линда Шант, убийца в эпизоде криминального триллера BBC 1 Лютер. В феврале 2011 года она появилась в роли нервного социального работника Венди в сериале BBC «Быть человеком». В феврале 2012 года она сыграла главную роль в криминальной драме BBC «Инсайт Мэн». С 2012 по 2020 год она появилась в роли Джиллиан Гринвуд, урожденной Баттершо, вместе с Дереком Якоби, Энн Рид и Сарой Ланкашир в пяти сериях оригинальной драмы BBC «Последняя танго» в Галлифоксе. В феврале и марте 2013 года Уокер воссоединилась со своей бывшей коллегой по Кембридж-футлайт Сью Перкинс в комедии BBC «Хэддин Каут». Затем она появилась во второй серии «Жены заключенных» и третьей серии «Скотт и Билли», сыграв Хиллен Бартлетт. Уокер снова была номинирована на телевизионную премию Бафта в категории «Лучшая актриса второго плана» в 2014 году за роль в фильме «Последняя танго» в Галлифоксе. Но награду получила ее партнерша по фильму Сара Ланкашир. В 2015 году она появилась как Джеки Стиви Стивенсон, коллега Д, Джон Рика играет Стеллан Скарсгард в сериале BBC «Ривор». Она также снялась в роли Дэси Кэси Стюарт вместе с актером Сандживом Пхаскаром в роли Диэссу Нил Сани Хан в драматическом сериале «Иван Форджатен», который вернулся в четвертый сезон в 2021 году. С 2018 по 2020 год Уокер снялся в роли Ханны де Фостерн, адвоката по разводам в двух сериях драматического сериала BBC «Раскол» и в роли преподобного Джейн Оливер в сериале BBC «Два залог». Уокер занял 10 место в списке Радио Таймс ТВ 100 за 2018 год, который, как утверждается, составляли руководители телевидения и ветераны вещания. Театр Уокер выиграла премию «Оливье» в 2013 году за лучшую женскую роль второго плана в роли Джуди, матери главного героя Кристофера. В фильме «Забавный инцидент с собакой» в ночное время. Спектакль получил 7 премий «Оливье», что эквивалентно рекордной победе «Матильда мюзикл» в 2012 году. В 2014 году она сыграла вместе с Марком Стронгом и Фиби Фокс в пьесе Артура Миллера Витцмаста в театре «Янг Вик». Спектакль получил чрезвычайно положительные отзывы критиков и в 2015 году был переведен в театр Виндхэма в лондонском Вест-Энде и в театр Лайсим на Бродвее. Фильм в фильмах роли Уокера, как правило, были второстепенными. И ее самая заметная роль, раздражающая фолк-певица в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны» 1994, которая поет «Не могу улыбаться без тебя на первой свадьбе». Также она появилась в художественной экранизации классического телесериала «Сандер Бёрс» 2004. В 2005 году она изобразила британского журналиста, пострадавшего от геноцида в Руанде, в «Стрельбе в собак». Ауди в 2002 году Уолкер снялся в радиопостановке BBC по киберпанк-роману Уильяма Гибсона «Не романт». В июле 2011 года она сыграла значительную роль второго плана медтех Левчонка в аудиодраме «Доктор Кто» отбег финиш продакшн с «Робофобией» вместе с Сильвестром Макой в роли седьмого доктора. Характер Ченко оказался популярным как с производителями и слушателями, а в феврале 2014 года Уолкер вернулся к роли, на этот раз в качестве фольги для Макган С-8 «Доктора в темных глазах 2». Персонаж поддерживался на протяжении Dark Eyes 3 и Dark Eyes 4, в конце которых выяснилось, что Ченко продолжит быть постоянным спутником Доктора. Уолкер вернулся к роли в последующем четырехтомном Doom Coalition – Revenous and Stranded. В 2017 году она снялась в адаптации компании Зоэлса романа «Облик грядущего». С 2013 года Уолкер озвучивал норвежского детектива Анику Стрэндфед в шести сериях драматического сериала BBC Radio 4 Аника Намель, снятого Ником Уолкером и с продюсированным Sweet Talk. С 2018 по 2020 год она играла роль доктора Элеонор Пек в постановке Red Hook Stories BBC Radio 4 расследования Лавкрафта трех историй Лавкрафта, дело Чарльза Декстера Уорда, шепчущего во тьме и тени над Инсмаутом вместе со своим мужем Барнаби. Кей. Санджив Пхаскар Обе, родился 31 октября 1963 года. Английский комик, актер и телеведущий, наиболее известный своей работой в комедийном сериале BBC «Ту боже милостивый я» и звездой ситкома «Кумарс» под номером 42. Он также представил и снялся в сериале документальных фильмов под названием «Инди с Сандживом Пхаскаром», в котором он путешествовал по Индии и посетил свой родовой дом в сегодняшнем Пакистане. Более драматические актерские роли Пхаскара включают главную роль доктора Прём Шармы в «Индийском докторе» и главную роль инспектора Сани Кхана в «Незабываемых». Пхаскар в настоящее время является ректором университета Сассикса. В 2003 году он был назван в «The Observer» одним из 50 самых смешных персонажей британской комедии. В 2006 году Пхаскар был удостоен звания Олб, офицер высочайшего ордена Британской империи. Вскоре Пхаскар осознал, что предпочитает комедию маркетингу, и объединил усилия со своим старым другом по колледжу Нитином Сони, чтобы начать двойной акт музыкальной комедии под названием «Тайные азиаты», который они впервые представили в 1996 году в ныне несуществующем Центре искусств Тома Аллена в Восточный Лондон. Это выступление было показано в передаче журнала BBC под названием «Репортаж». Они также активно выступали в Центре искусств «Ватерманс» с множеством других выступлений на регулярных вечерах азиатской комедии под названием «One Nation Under A Groove» и «Инит». Их настоящий прорыв произошел, когда они выступали в зале Оуэлл Хаус в Южном Лондоне, где после серьезного обзора в журнале «Тайм-аут» журналиста и драматурга Бонни Грир к ним обратился Анил Гупта, продюсер того, что должно было стать серией скетчей BBC «Goodness Gracious Me». Пхаскар снялся в нескольких фильмах британского производства, включая Гуру и Анита и Я. У него также была эпизодическая роль владельца магазина в производстве Яш-Раш фильм с Джум Берабар Джум. У него была главная роль в фильме 2019 года «Вчера», в котором он и его жена Мира Сиал играли супружескую пару. Пхаскар, Кумарс и Гаррет Гейтс вместе выпустили официальный сингл для Камик Релив в 2003 году, который провел три недели на вершине британского чарта синглов и стал вторым самым продаваемым синглом года. В 2008 году Пхаскар дебютировал в музыкальном театре в роли короля Артура в спектакле «Спамолот» в лондонском Palace Theater. В октябре 2008 года он был показан на BBC Radio 4 as Desert Island Discs. Он появился в качестве гостя на BBC Top Gear в 2003 году, установив время 1,51,0 на мокрой тестовой трассе Top Gear на Сузуки Лиана, что поставило его на 32 место в первоначальной таблице лидеров. В марте 2010 года он участвовал в комедийном шоу BBC Radio 4 «Я никогда не видел звездных войн». 23 июля 2010 года он был гостем комедийного шоу BBC «Могу ли я солгать тебе». В рамках серии программ BBC, посвященных 60-летию независимости Индии и Пакистана, он снял документальный сериал BBC India с Сандживом Пхаскаром и режиссером Дип Сигалом, который транслировался в августе по случаю 60-летия независимости Индии. 2007. По данным BBC, это было эмоциональное путешествие в родовой дом его отца, который сейчас находится в Пакистане. Его первая книга Индия с Сандживом Пхаскаром, основанная на документальном сериале, стала бестселлером Sandy Times в 2007 году. Он также был показан в документальном сериале Channel 4 под названием «Дом, который создал меня». Это шоу, созданное на топе в 2010 году, воссоздает дом его детства и познакомило его с персонажами его юности. Он написал сценарий и снялся в ситкоме Ива Мумбай Коллинг и британском туре популярного американского импровизационного шоу Total Elute. 31 октября 2014 года Пхаскар провел обзор фильмов Кермот и Мио, заменив Саймона Мэя на ведущем киносеансе BBC. Он также сыграл главного героя онлайн-анимации «Рай и Шфинес» в 2014 году. В 2005 году Пхаскар был награжден Орденом Британской империи, ОУП, в новогоднем списке наград. 23 февраля 2009 года он был назначен ректором университета Сасикса, и он был официально назначен на летнюю церемонию выпуска 22 июля 2009 года. 26 июля 2019 года Санджив был удостоен звания почетного доктора университета в знак признания его 10 лет в пост канцлера. В апреле 2015 года он был удостоен награды The Asian Awards за выдающиеся достижения в области телевидения. В январе 2021 года Пхаскар снялся в адаптации Netflix «Песочный человек». Личная жизнь в январе 2005 года Пхаскар женился на комике «Мири» и сиял на церемонии, которая прошла в Личфилде, став артшир. У них есть сын Шаан, который родился в Портлинской больнице 2 декабря 2005 года. В феврале 2009 года Пхаскар и другие артисты написали открытое письмо в Times, протестуя против судебного процесса над лидерами Веры Бахаи, который в то время проводился в Иране. Перед всеобщими выборами 2010 года Пхаскар был одной из 48 знаменитостей, подписавших письмо с предупреждением о политике консервативной партии в отношении BBC. Пипа Никсон, род, 1980, английская актриса, обучалась в Манчестерской театральной школе. Пипа Никсон сыграла множество ролей в кино и на телевидении, а также записывала драму для BBC Радио. Но больше всего она известна своей театральной работой, получившей признание критиков. В начале своей успешной сценической карьеры Никсон играла разные роли как в современной, так и в классической литературе. В 2011 году, после работы в шекспировском глобусе, где она была отмечена премией Яна Чарльсона за роль Джессики в венецианском купце, Никсон перешла в королевскую шекспировскую труппу, чтобы сыграть несколько главных ролей. В конце 2013 года Лин Гарднер в статье для The Guardian спросила, может ли ваша шекспировская постановка года быть восхитительно головокружительной Розалиндой в «Как вам это понравится» в РСК Пипа Никсон. Когда Никсон покинула Манчестерскую театральную школу, она вошла в два сериала 24-7 для Гранада Телевижн, играет Джакса Даффи, и после огромного успеха в Великобритании, он был продан в Америке и транслировался на канале Никелодеон. Она также появилась в других крупных сериалах, таких как «Холби-Сити», «Чет и закон и порядок». В 2012 году Никсон сыграл «Повелителя света» в фильме Джон Картер, режиссер, оскароносный режиссер Эндрю Стентон. В 2014 году Никсон сыграла главную роль Эми в фильме «Паника», режиссер Шон Спенсер, который скоро выйдет на экраны. 13 октября 2014 года Никсон появилась в роли Дафны Янг в сериале «Ива Гранчестер». В июле 2014 года Никсон закончил работу над фильмом «Сдерживание». Более подробную информацию можно найти в ТП ТСДС, www.facebook.com.containment.thefilm Никсон также снялась в роли Эми в «Панике». Никсон сыграл роль DC Карен Уиллиц в первом сезоне драмы «Ива Незабытый», который транслировался в октябре 2015 года. В то же время Никсон сыграл Элис Гоуф в сериале «Манжеты». В феврале 2016 года Никсон снялся в эпизоде «Святые и грешники» в многолетней телевизионной драме «Убийство на Мицамире». В апреле 2016 года Никсон снялась в шоу «Шейкспир Лив», которая транслировалась на BBC 2 в честь 400-летия Шекспира. Здесь Никсон воссоединилась со своим партнером по фильму «Как вам это понравится» Алексом Вальдманном. Вместе они исполнили сцену из спектакля «Как тебе это понравится». Радио в 2013 году Никсон получил роль Лизи Юстас в радиоадаптации и BBC «Бриллианты Юстаса». Также в 2013 году она сыграла Джулию вместе с Уинстоном Кристофера Эйклстона в драме BBC 4 «1984» в рамках сезона настоящий Джорд Шоруэлл на BBC Radio 4. Она сыграла Элизабет Беннетт в драме BBC Radio 4 «Гордость и предубеждение» вместе с Джейми Паркером, Тоби Джонсом, Дэвидом Тротоном и Самантой Спиро, который транслировался в начале 2014 года. В настоящее время она играет Селестинда Тулио в драме BBC Radio «Томмис». В 2015 году Никсон повторила свою роль Розалинды в новой постановке BBC Radio 3 по пьесе Шекспира «Как вам это понравится». Орландо сыграл Люк Норрис, сыгравший Оливье в сценической версии РСК 2013 года. Позже в 2015 году Никсон сыграла Лотти в драме BBC Radio 4 «Очарованный апрель». Дама Шейла Кэмерон Хэнкок Де Бэе, Рот. 22 февраля 1933 года, английская актриса и писатель. Хэнкок обучалась в Королевской академии драматического искусства. Прежде чем начала свою карьеру в репертуарном театре, Хэнкок продолжала выступать в пьесах и мюзиклах в Лондоне. А ее бродвейский дебют в фильме «Развлекающий мистера Слаана» 1966 принес ей номинацию на премию Тони за лучшую главную женскую роль в спектакле. Она получила премию Лоуренса Оливье за лучшую роль второго плана в мюзикле «За роль в Кабаре» 2007 и еще пять раз была номинирована на премию Лоуренса Оливье за свою работу в «Энни» 1978, «Суини Тодд» 1980, «Зимняя сказка» 1982, «Прин» 1989 и «Систер Экт» 2010. Хэнкок работала в репертуаре в 1950-х годах и дебютировала в Вестенде в 1958 году, заменив Джоан Симс в пьесе «Дыхание весны». Затем она появилась в Джоан Унтлвуд с театр-воркшоп производства «Make Me An Off» в 1959 году. Ее другие ранее выступления в Вестен включали Питер Кук ревю сек на веселе с Кеннет Уильямс в 1961 году и в главной роли в «Хрипи Симплмен» в 1962 году. Она вспомнила, что в один из восьми ее подстрекал наставление Ирвинга Дэвиса как капитана танцев, глаза, зубы и сиськи, дорогие и сверкайте, сверкайте, сверкайте. В 1965 году она дебютировала на Бродвее в фильме «Развлечение мистера Слаана». В 1978 году она сыграла мисс Ханниган в первоначальном лондонском составе мюзикла «Энни». А два года спустя она сыграла миссис Ловит в оригинальной лондонской постановке мюзикла «Суини тот» в Королевском театре на Друри-Лейн. Ее изображение было описано как идеально уловивший элемент любовной истории. Хэнкок появился в «Зимней сказке», «Титус Андроник» и «Тонкая равновесие» для королевской шекспировской труппы. В Национальном театре она сыграла в спектаклях «Вишневый сад» и «Герцогиня Мальфий». Она также поставила сон в летнюю ночь для РСК на гастролях и направила критика в Национальном театре. Она также была заместителем художественного руководителя Кембриджской театральной труппы. Хэнкок исполнила роль Роуз в постановке «Цыганки» 1993 года, поставленной компанией West Yorkshire Playhouse Company на Рождество. Рецензент прокомментировал, что она определенно обладала мерой Роуз. Все идет вверх, Роза внесла в шоу первый намек на истинный пафос, а в финальной сцене ее дикие колебания между верой в себя и неуверенностью в себе закончился слезоточивым самосознанием. В 2006 году Хэнкок сыграла роль Фрейлин Шнайдер в возрождении Вест-энда музыкального кабаре в Lyric Theater. Она получила премию Лоуренса Оливье за лучшую роль второго плана в мюзикле. В 2009 году она провела больше года, играя мать-настоятельницу в мюзикле Sister Act The Musical в лондонском Палладиуме. В 2013 году Хэнкок снялась вместе с Ли Эвансом и Килли Хоус в комедии Live Essex в театре Уиндхема. В 2016 году Хэнкок снялась с Дженой Рассел в британской премьере мюзикла Грей Гордонс в Саутварк Плейхаус. В 2019 году Хэнкок снялась в фильме «Это моя семья» в театре Минерва в Чечестере. Телевидение первой большой телевизионной ролью Хэнкока стала Кэрол в ситкоме BBC «Торговли тряпкой» в начале 1960-х годов. Она также сыграла главные роли в ситкомах «Прикроватная девочка», мистер Дигби Дарлинг, секретарь птицы «Теперь возьми мою жену». И ее другие телевизионные кредиты включают «Доктор Кто» играет пародию Маргарет Тэтчер в «Счастье патрол», «Каванак Юси», напротив ее мужа, Джон Утепели, полетела к чертям, Брайтон Беллес и Стендос, российская невеста, Бэт Тайм, немного за 40, Перо мальчик, «Холодный дом», «Новые фокусы», «Хастл» и шоу «Кэтрин Тейт». В 2008 году она сыграла роль неизлечимо больного пациента, который отправился в Швейцарию для самоубийства в одном из монологов «Последнее слово для BBC». В 2009 году она сыграла Лиз в фильме «Дождь остановился», который является частью дневного мини-сериала BBC «Движение вперед». Хэнкок также представил несколько документальных фильмов. В 2010 году она представила «Сафроджет Сити», часть серии «История мира», рассказывающая историю суфражистского движения через предметы из коллекции Музея Лондона. В 2011 году она представила «Шилла Хэнкок Браш и Сап», «Зе арт оф Вота Калас», исследуя историю акварели через красивые, но малоизвестные работы профессиональных художников и художников-любителей. В 2013 году она представила, как часть ОТВ-перспективы серии документальных «Перспективы», «Шилла Хэнкок», «Зе бриллиант бронте сестер», рассматривая воспитание писателя и источники их вдохновения. В декабре 2012 года Хэнкок приняла участие в специальном рождественском выпуске программы BBC «Стриктли кам-дансинг». В январе 2016 года она появилась в качестве гостя в эпизоде медицинской драмы BBC «Несчастный случай». В декабре 2016 года она начала сниматься вместе с Дон Френч, Эмилией Фокс и Энном Гленном в комедийном драматическом сериале Sky One Delicious. В январе 2017 года она появилась в качестве гостя в эпизоде приквела «Инспектор Морс Инди Вор» вместе со своей падчерицей Эбигейл Тоу. В январе 2021 года она появилась в фантастической драме Sky One «Открытие ведьм» в роли Гуди Олсап. Шейла Хэнкок родилась в Блэк Ганге на острове Уайт, дочери Энрика Кэмерона Хэнкока и Айви Луизы, урожденная в Удвард. Энрика Хэнкок был сыном сотрудника Томас Кук и вырос в Милане. Он работал на Викос, а ранее был уборщиком и менеджером отеля в пивоварне Бракс по Бруе, работая на острове Уайт в Бергшире и в Кингс Кросс в Лондоне. Айви Хэнкок работала в семейном универмаге Мичелсов Эрит. Открыв там кафе и театральную кассу после работы в перчатках и нижнем белье, ранее работавшая вместе со своим мужем в пабах и отелях, до замужества она работала в пабе Луишем и цветочном магазине в Гринвиче. После ухода из индустрии гостеприимства в 1938 году семья Хэнкоков переехала в двухквартирный дом на Лет-Эм-Роуд, Биксли-Хит, который Хэнкок считал ужасно скучным по сравнению с суровым небом Кингс Кросс. Хэнкок вспоминал, что было ощущение, что мы определенно поднялись в мире, стали представителями низшего среднего класса. И ее сестра Билли была на 9 лет старше. Хэнкок получил образование в монастыре Святой Итилдреды Вэлли Плейс, Холборн, затем в начальной школе Аптон-Роуд и начальной школе Упленд. После военной эвакуации в Уоллингфорд, Оксфордшир, в то время в Бергшире и в Крюкерн, Саммерсет Хэнкок посещал гимназию округа Дартфорд и Королевскую академию драматического искусства. Сэр Томас Дэниел Куртине родился 25 февраля 1937 года, английский актер театра и кино. После учебы в Королевской академии драматического искусства, Куртине добился известности в 1960-х, сыграв серию известных ролей в кино, в том числе «Одиночество бегуна на длинной дистанции». 1962, за которую он получил премию Бафта как самый многообещающий новичок в ведущей роли. Роли в кино и «Доктор Живаго» 1965, за которые он был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Другие известные роли в кино в этот период включают «Билли Лжеца» 1963, «Короля из страны» 1964, за которые он был награжден Кубком Вольпи за лучшую мужскую роль на венецианском кинофестивале «Кинг Рэд» 1965 и «The Night of the Gennels». Выражая предпочтение сценической работе, Куртине решил сосредоточиться на выступлениях в театре с середины 1960-х годов. Тем не менее, Куртине продолжала выступать на экране за свою роль в экранизации пьесы «Комод» 1983 года, в которой он исполнил роль Нормана. Созданного им на Вест-Индии на Бродвее, Куртине получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль и был номинирован на премию «Оскар» и «Бафта», его чествовали и за работу на телевидении. Он получил две телевизионных награды Британской академии за роль в телефильме «Скорее английский брак» 1998 и в первой серии криминальной драмы «Незабытые» 2015. Кортни был номинирован на премию «Прайм-тайм Эми Эворд» за мини-сериал «Little Dorit» 2008. Помимо наград на соревнованиях, Куртине был удостоен звание почетного доктора университета Хала, а в феврале 2001 года получил звание рыцаря бакалавра за заслуги перед кинематографом и театром. Кортни дебютировал на сцене в 1960 году с театральной труппы Йолтвик в Лицее в Эдинбурге, прежде чем сменить Альберта Финни в главной роли Билли Лжеца в Кембриджском театре в 1961 году. В 1963 году он сыграл ту же главную роль в Театре Кембриджа. Киноверсия, режиссер Джон Шлезингер. Он сказал об Альберте Финни, у нас обоих одна и та же проблема – преодолеть плоскую резкую речь Севера. Кинодебют Кортни состоялся в 1962 году в фильме «Рядовой Поттер» режиссера финского происхождения Каспара в ряде, который впервые заметил Кортни, когда тот еще работал в Радо. За этим последовали одиночество бегуна на длинной дистанции режиссеров Тони Ричардсона и Билли Лжеца, два высоко оцененных фильма и спектакля, которые положили начало новой британской волне с начала до середины 1960-х годов. За эти выступления Куртине был награжден премией Бафта 1962 года как наиболее многообещающий новичок и премией Бафта 1963 года за лучшую мужскую роль соответственно. Он также был первым, кто записал песню «Миссис Браун», «Юви год о лавли дотор» для телеигры «Парни». Песня была выпущена Дека на скорости 45 оборотов в минуту. За роль преданного революционного лидера Паши Антипова в фильме «Доктор Живаго» 1965, он был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, но уступил Мартину Бальзаму. Среди других его известных фильмов – «Король и страна» режиссера Джозефа Лаузи, где он играл вместе с Дирком Богордом, звездный военный фильм «Операция арбалет» режиссера Майкла Андерсона. Джордж Пеппорт и Софи Лорен в главных ролях «Крысиный король», режиссер Брайан Форбс, в главных ролях Джеймс Фокс и Джордж Сигал, и «Ночь генералов», режиссер Анатоль Литвак с Питером Атулом и Амаром Шарифом. Он сыграл роль Фарса в ужасающей черной комедии «День», когда появилась «Рыба» в 1967 году. В 1969 и 1971 годах он снялся в двух шпионских комедиях, «Отли» в главной роли, вместе с «Поймай меня», «Шпион» 1970 с Кирком Дугласом в главной роли, а ранее в 1968 году он снялся вместе с Лоуренсом Харви в серьезном фильме этого жанра «Дэнди в заливном масле» 1968. Несмотря на то, что вышеупомянутые фильмы катапультировали его к славе, Куртине сказал, что ему не особенно нравилась игра в кино, с середины 1960-х он больше сконцентрировался на сценической работе. Хотя в более позднем интервью Телеграф 20,04. 2005 он признал, «Я немного переборщил с антифильмом». В 1968 году Куртине начал давние связи с Манчестером, когда он сыграл в плейбэе Западного мира для театра века Манчестерского университета под руководством Майкла Элета. В 1969 году Куртине сыграл Гамлета, Джон Нютлс играет Лаэрта, 69-ти театральной труппе университетского театра в Манчестере, который был предшественником Театра Королевского обмена, основанного в 1976 году, где он должен был дать много спектаклей. В первую очередь под руководством Каспер Вреде. Его первые роли для Королевской биржи были Фолкланд в Шеридан с Соперники и герой Генрих фон Клейст с Принц Хомбург. С тех пор он сыграл множество ролей, в том числе в 1999 году главную роль в спектакле Король Лир, а в 2001 году – Дядю Ваню. Куртине в Париже на премьере Квартета. Март 2013 года. Рабочие отношения Куртине с Вреде вернулись в кино, когда он сыграл главную роль в постановке последнего в 1970 году «Один день из жизни Ивана Денисовича». Его наиболее известная роль в кино с тех пор был в комоде, от Рональда Харвуд с «Игры того же имени», в котором он также появился, с Альбертом Финни. И Кортни, и Финни были номинированы на лучшую мужскую роль на церемонии вручения премий Оскар 1983 года за свои роли, уступив Роберту Дювалю. Он сыграл отца Дерека Бентли, Кристофер Эклстон, в фильме 1991 года «Дай ему это». А для актера, который, как известно, снимался в хороших или великих фильмах, он неожиданно снялся в одном из худших фильмов в истории, печально известном фильме Леонард часть 6 Биллом Косби в главной роли. Появления Кортни на телевидении и радио были относительно немногочисленны, но в их число вошли она спускается, чтобы покорить в 1971 году на BBC несколько пьес Эйкборна. Он появился в фильме «Я слышал, как сова зовет меня по имени» на американском телевидении в 1973 году. В 1994 году он сыграл Квилпа вместе с Питером Устиновым в версии The Old Curiosity Shop на канале Disney, созданной для телевидения. Довольно неожиданно он сыграл эпизодическую роль антрополога Бронислава Малиновского в американском телефильме 1995 года «Молодой Индиана Джонс и сокровище глаза павлина». В 1998 году он снова объединился с Альбертом Финни для съемок известной драмы BBC «Скорее английский брак». Вместе с Себастьяном Грэмом Джонсом он сыграл роль Бога в радиоспектакле Бена Штайнера «Краткое прерывание», который транслировался на BBC Радио 4 в 2004 году. В том же году он сыграл роль Стэнли Лорелла на Радио Нила Бренда. Спектакль Стэн, транслировавшийся по Радио 4. Также для Радио 4 он сыграл главную роль в «Человеке домино» из Ланкашира Ника Лизера и Мариса в «Человеке на луне» Ричарда Ламздена, оба транслировавшихся в 2007 году. «Кортни» также появилась в рождественском шоу 2008 года. Специальный выпуск шоу BBC «Семья Ройлов», в котором он играет отца Дэйва, Дэвида Старшего. В 2002 году, основываясь на идее Майкла Годли, «Кортни» составил моноспектакль «Притворись, чтобы быть мной на основе писем и произведений» поэта Филиппа Ларкина, который впервые был показан в Театре Западного Яркшира в Литсе. Позже он был переведен в Театр комедии в Вестенде в Лондоне. В 2007 году «Кортни» снялась в двух фильмах, «Потоп, эпопея о бедствиях», в которой Лондон захлестывает наводнение, и «Золотой компас», экранизация романа Филиппа Пуллмана, сыграв роль Фардера Карама. В 2008 году он появился в адаптации BBC «Маленький Дорит Чарльза Диккенса», сыграв Уильяма Дорита, и в рождественском выпуске «Семьи Ройлов», сыграв Дэвида Старшего. В марте 2011 года он присоединился к актерскому составу фильма «Гамбит», в котором снялся выпускник Рада Алан Рикман, съемки которого начались в мае. Фильм вышел на экраны в Великобритании в ноябре 2012 года. В 2012 году он снялся в квартете режиссера Дастина Хоффмана. В 2018 году он появился в фильмах «Гернси литературных» и «Картофельных пирогов» и «Король воров». В 2019 году он был участником дискуссии в сериале «Капсула веселья» об инопланетянах Гарри Хилла, эпизод третьего сезона. В своем представлении, после того, как были объявлены остальные три гости, Гарри выразил удивление, что четвертое место, Кортни, было пустым. Гарри сказал, что знал, что гость уехал некоторое время назад, после чего последовал переход к фильму 1962 года «Одиночество бегуна на длинной дистанции», в котором бежал персонаж Кортни. Затем Кортни вошел в студию, явно запыхавшийся, и в той же спортивной экипировке, что и в фильме. Также в 2019 году он озвучил персонажа принца Филиппа в Корге королевы своей первой голосовой ролью, а также появился в фильме «Аэронавты» с Фелисити Джонс и Эдди Ридмейном в главных ролях. Личная жизнь Кортни был женат на актрисе Ширил Кеннеди с 1973 по 1982 год. В 1988 году он женился на Изабель Кросли, режиссере театра Royal Exchange в Манчестере. У них есть дома в Манчестере и Патне в Лондоне. В 2000 году мемуары Кортни «Дорогой том», письма из дома были опубликованы, получив признание критиков. Он включает в себя подборку писем, которыми обменивались Кортни и его мать, перемежающихся его собственными воспоминаниями о жизни молодого студента-актера в Лондоне в начале 1960-х годов. Кортни является президентом клуба официальных болельщиков Халл-Сити. В 1999 году Кортни был удостоен звания почетного доктора Университета Хала. В январе 2018 года он был удостоен почетной свободы города Хала. Тревор Джон Ив родился 1 июля 1951 года, английский актер кино и телевидения. В 1979 году он получил известность как главный герой детективного сериала «Шустрынь», а также известен своей ролью суперинтенданта детектива Питера Бойда в телевизионной драме BBC «Waking the Dead». Он отец троих детей, в том числе актрисы Элис Ив. У Евы долгая и успешная актерская карьера на сцене, на телевидении и в кино, причем его карьера началась в 1970-х годах. Одним из его ранних сценических успехов было изображение Пола Маккартни в пьесе Вилли Рассела 1974 года «Джон» Пол, Джордж, Ринга и Берта в Лирикфиатр в лондонском Вест-Энде, получивший премию «Evening Standard» и награду London Critics Award за лучшую роль. Музыкальный. Ева появилась в фильме «Хиндл Вейкс» 1976 режиссера Лоуренса Оливье в рамках сериала «Лоуренс Оливье» представляет. В 1977 году Ева присоединилась к актерскому составу Филумена Франко Дзефирелли в лондонском Вест-Энде, где он познакомился с будущей женой Шерон Моэн. С 1979 по 1980 год он прославился ролью частного сыщика Эдди Шостринга в Шустринге. Затем он сыграл свою первую главную роль в фильме «Дракула» 1979 года режиссера Джона Бэдема, сыграв Джонатана Харкера вместе с Лоуренсом Оливье. Его успех на сцене продолжался, и в 1981 году Ева получила премию Лоуренса Оливье за лучшую мужскую роль, сыграв Джеймса Литца в «Детях меньшего бога». После появления в The Royal Court Theater в Гении, он вернулся в Вест-Энде сниматься в Коул Портер Эс Хай Сосайте с Наташей Ричардсон и Стивен Ри, а затем его изображение как Паулина в 1988 Королевский национальный театр производства «Человек, звери-добродетель» режиссер Уильям Гаскелл. Среди его главных успехов на телевидении – «Чувство вины» в 1989 году и постановка BBC «Кукольный домик» с Джульет Стивенсон в 1992 году, с которой он также работал в политической драме «Жена-политика», получившей премию Бафта и международной премии Эмми. Он снялся в недолговечном сериале 1985 года на канале ABC Shadow Chasers. Ева получила свою вторую премию Лоуренса Оливье в 1996 году за роль доктора Астрова в «Дядюшке Ване», за которую он также получил премию Британского регионального театра за лучшую мужскую роль второго плана. Затем он снялся в бостонском телесериале «Карлтон Телевизион» в КББ 1998 года «Жара солнца», который был снят в Зимбабве и сыграл Эдварда Мерстона в экранизации Дэвида Копперфильда на BBC в 1999 году. В сентябре 2000 года Ева снялась в отмеченном наградами драматическом сериале BBC «Waking the Dead» в главной роли детектива-суперинтенданта Питера Бойда. Ева продолжала играть Бойда на протяжении последующих девяти серий драмы, до финального эпизода шоу 11 апреля 2011 года. Ева была одной из артисток, которые читали шекспировские сонеты на альбоме 2002 года «When Love Speaks». В том же году Ева сыграла Кроппера в спектакле «Одержимость» режиссера Нила Лабюта и продолжила свою работу в фильмах Троя режиссера Вольфганга Петерсена в 2004 году и «Семьянин» в 2006 году. В апреле 2008 года Ева снялась в качестве ведущего игрового шоу и телеведущего Хью и Грина в биографическом фильме BBC for Хью и Грин, с уважением. В 2010 году Ева сыграла отца главной героини, его реальную дочь Алису, в фильме «Она вне моей лиги», а также снялась в роли Питера Мэнсона в ремейке фильма «Букет колючей проволоки на Ива «Мемос Скрин». В январе 2011 года он снялся в трехсерийной драме «Ива похищения и выкуп», снятой в Южной Африке, и повторил свою роль Доминика Кинга в 2012 году во втором сериале. Ева также добилась успеха как продюсер. После того, как он стал соучредителем Projecto Productions в 1995 году, он продюсировал телефильмы «Золушка» с Кэтлин Тернер, Алиса в «Зазеркалье» с Кейт Беккенсилл в главной роли и «12-я ночь» с Чевителой Джоафор в главной роли. Ева также была исполнительным продюсером его успешных сериалов «Похищение и выкуп» и «Ферма тел» старой Физжеральд. Он также снялся в трехсерийной драме на канале «Ива» под названием «Лоулис», действие которой происходило на северо-востоке Англии, а некоторые сцены снимались на пляже Блид. Ева играла роль судья сэр Селвин Харткесл в ВВС «Смерти» приходит к Пемберли в декабре 2013 года, и как роуч в «Перехватчиков» 2014. Ева также работали над дебютным фильмом «Сон Джек Евы», как сценарист и режиссер «Смерть фермера», который премьера фильма состоялась 5 марта 2014 года на кинофестивале «The Borderlands» в Великобритании. 19 февраля 2014 года Ева была в числе приглашенных зрителей в Букингемском дворце на праздновании столетия Королевской академии драматического искусства. Затем ему и его жене Шарон была оказана честь выступить перед королевой в инвестиционной комнате вместе с Хью Лори, сэром Томом Куртине и дамой Келлен Мирин. Ева сыграла профессора Хиггинса в отрывке из «Пигмалиона». В 2018 году исполнил роль Гербера де Орияка в сериале «Открытие ведьм». Награды в 1982 году он был удостоен премии Лоуренса Оливье за лучшую мужскую роль в новой пьесе. Театральный сезон 1981 года – за роль в «Детях меньшего бога». В 1997 году он был удостоен второй премии Оливье за лучшую мужскую роль второго плана за исполнение в 1996 году оперы «Дяди Вани» в театре Нойля Кауарда. В 2014 году Тревор получил степень почетного доктора Ди Литт. Университет Аньюмана в Бирмингеме. Личная жизнь Ева познакомилась с Шерон Моэн в 1979 году, когда они оба играли роли в постановке Филумена в Вестенде. Они поженились в 1980 году. У них трое детей, Алиса София, 1982 год-эр, сыгравшая главную роль в «Звездном пути во тьму» Джек, 1985 год-эр, кинорежиссер и Джордж, 1994 год-эр, фронтмен группы Two Bottle Jump. Пока они воспитывали детей, супруги делили время между Великобританией и США. Тревор Ева, Шерон Моган и Эли Сыв появились в «Анавне моей лиги», играя отца, мать и дочь соответственно. Интересы Тревора Евы включают гольф, живопись, архитектуру и теннис. В 1995 году он получил серьезную травму, когда во время игры в полу упал с пони. Он также является сторонником футбольного клуба Челси и покровителем благотворительной организации Child Hope UK. Бернард Хилл, родился 17 декабря 1944 года, английский актер театра, кино и телевидения. Он известен и Грати Осер Хьюз, неспокойный жесткий человек, чья жизнь рушится в «Аланах Близдел» и герцог Норфолк. Он также известен ролями в фильмах, включая капитана Эдварда Смита в «Титанике», короля Теодена в кинотрилогии «Властелин колец» и Лютера Планкита, начальника тюрьмы Сан-Квентин в фильме Клинта Иствуда «Истинное преступление». В 1976 году Хилл был замечен как полицейский «Констебль Клав» в «Гранаде» телевизионная серия «Краун Суда». В эпизоде под названием «Зе Джоли Свагмен» мальчики из «Блокстафф» впервые Хилл прославился в роли Йосера Хьюза, рабочего из Ливерпуля, доведенного до крайности безразличной системой. В программе Алана Близдела игра на сегодня BBC «Черные вещи» и ее продолжение «Мальчики из черных вещей». Часто повторяемая фраза его персонажа Джиза Джоб «Дайте нам работу» стала популярной среди протестующих против правительства Маргарет Тэтчер из-за высокого уровня безработицы в то время. Позже роли затем Хилл сыграл сержанта Патнема в фильме «Ганди» 1982 режиссера Ричарда Аттенборра. Хотя Хилл не играл заметной роли в актерском составе, он выиграл от того, что снялся в фильме, получившем Оскар. Следующим для него был фильм Роджера Дональдсона «Баунти» 1984 – четвертая инсценировка знаменитого мятежа на ХМС «Баунти». Ранее он играл более мелкие роли в нескольких британских телевизионных драмах, появляясь в знаменитом фильме «Я, Клавдий» в 1976 году в роли Грата, серьезного солдата-телохранителя Каллигулы, который вытащил Клавдия из его укрытия во дворце и представил его как собственный наследник империи, а также как Ричард Плантагенет, герцог йоркских BBC телевизион Шекспира 1982 постановками Шекспира Генри VI пьес. В 1985 году он сыграл главную роль в телевизионной драматизации жизни Джона Леннона «Путешествие по жизни». Помимо телевизионных ролей, Хилл появлялся на сцене в Вишневом саду, а также в главных ролях в фильмах «Макбет» и «Витсмаста». Затем Хилл получил признание критиков за свою роль Джо Брэдшоу в «Шивле Валентайн» 1989, а домохозяйки из Ливерпуле Полин Коллинс, которая в прошлом выступала против истеблишмента и вступает во внебрачную связь. Хилл добавил к своему резюме более известные фильмы, в том числе «Лунные горы» 1990, «Скалагрик» 1994 и «Мадагаскарская кожа» 1995. В середине 1990-х Хилл стала более регулярно сниматься в фильмах. Его первая главная роль пришла в «Призрак и тьма» 1996 с Вэлом Килмером в главной роли в роли инженера по строительству моста, который должен доверять крупному охотнику. Майкл Дуглас. Несмотря на их взаимную враждебность, Хилл исполнил роль Дэвида Хаторна. Затем Хилл погиб вместе с кораблем, когда он сыграл капитана Эдварда Дж. Смита в «Титанике» 1997, Джеймса Кэмерона, с которым Хилл поладил довольно неплохо, опыт, которого не разделяет большинство людей, работающих над фильмом. Участие в тогдашнем самом кассовом фильме всех времен привлекло внимание к его карьере, поскольку Хилл стал более востребованным для более выдающихся ролей. Хилл сыграл философ Короле Скорпионов 2002 с Дуэйном Скала Джонсоном, Майклом Кларком Дунканом и Келли Ху. Хилл стал известен аудиторией во всем мире, когда он был брошен в роли Короля Теоден из Роханов Питера Джексона с «Властелин колец» кинотрилогии на основе Толкина романа с таким же названием. Прежде чем принять его на роль Короля Теодена, режиссер Питер Джексон рассматривал Хила на роль Гэндальфа. Когда он должен был покинуть съемочную площадку по окончании съемок, Джексон подарил Хиллу два подарка – шлем Теодена и меч Хиругрим. На премии BAFTA TV Awards и международной премии Emmy в 2006 году Хилл был номинирован за роль Дэвида Бланкета в одноразовой сатирической драме «Очень социальный секретарь». Он играл второстепенную роль в фильме 2008 года «Валькирия» как командующий немецкой африканской танковой дивизией X и озвучивал сэра Уолтера Бекка в «Фейбл Ай-Ай-Ай-Ай» 2010. Он играет Самюэля Коттона, который вместе со своим сыном управляет фабрикой по производству сладостей в трехсерийном драматическом сериале BBC 2014 года о Манчестере «Оттуда-сюда». Хилл появляется в роли Томаса Ховарда, третьего герцога Норфолка в адаптации BBC из шести частей романа Хиллари Монтелл Вольф Холл 2015 года. Ханна Кэмпбелл Гранд Гордон родилась 9 апреля 1941 года, шотландская актриса и телеведущая, известная своей телевизионной работой в Соединенном Королевстве, в том числе «Моя жена по соседству» 1972 наверху, внизу 1974-75 «Смена Теллфорда» 1979 «Джоинт Экаун» 1989-90 и появление в заключительном эпизоде «One foot in the grave», транслировавшемся в 2000 году. Она также известна тем, что в конце 1990-х годов провела шоу «Акварельный вызов» на четвертом канале и сыграла роль Н. Тревес, в фильме Дэвида Линч и «Человек-слон» 1980 года. Иногда ей приписывают женское имя Ханна Уорвик. Ее первое появление было в роли Зайлы в первом эпизоде фильма из неизвестного под названием «Нет места лучше земли» Джона Уиндема в октябре 1965 года. В 1970 году она появилась в экранизации «Весна» и «Портвейн». И ее следующим появлением была Вирджиния Гамильтон, которая позже вышла замуж за Лорда Беллами в четвертой и пятой сериях исторической драмы «Наверху, внизу». В 1972 году она появилась с Джоном Алдертоном в 13 эпизодах «Моя жена по соседству» на BBC. В 1979 году она появилась в другой драме «Смена Телфорда». В 1970-е годы Гордон также появился в игре «Сегодня. Убеждающие». И рождественское издание шоу «Марекаме энд Вайс» в 1973 году. В 1989-90 годах она играла роль банковского менеджера вместе с Питером Иганом и Джоном Бёрдом в ситкоме BBC Joint Account. Она озвучила персонажей Хайзентлея в «Watership Down» 1978. Другие ее роли в кино включали «Алфи Дарлинг» 1975 и «Человек-слон» 1980 в роли жены Энтони Хопкинса. Ее последняя роль в кино была роль матери Кевина Маккида в фильме «Сделанной с чести» 2008. В 1981 году она снялась в фильме «Призраки мисс Моррисон» Звенди Хиллер. Она появлялась на телевидении в фильмах «До свидания, мистер Кент» 1982, «Дом тайн и неизвестности» 1984, «Моя семья и другие животные» 1987, «Таггард» 1993 и «Джонатан Крик» 1998. В 2000 году Гордон сыграл Глинис, женщину, убившую Виктора Мелдрю. В финальном эпизоде ситкома «Одна нога в могиле вещи больше не просты». С 2000 года она появлялась в гостях в Митсамер Мьордос Джаджмент Дэй 2000, в роли Аннабелли Уэстон, Белла Диверё, Монарх Глена 2002 и Карт Бит 2004, в которых она играла миссис Бартон в эпизоде 5 серии 14, «Хантерс Мун». С 1998 по 2001 год вела программу «Вызов акварели» на 4 канале. Совсем недавно она также появилась в рождественских эпизодах телеканала BBC Скотланд Ривер Сити в 2007 году в роли хозяйки отеля Роуз, которая спасла Арчи Бьюкинина со скалы и забрала его из-за потери памяти. В заключительном эпизоде 7 серии сериала BBC Хустл, 2011, она сыграла старую любовь Альберта Строллера. В криминальном сериале 2015 года незабываемой для Ива она сыграла Грейс Грифс, жену отца Роберта Грифса. Сцена и театр Ханна Гордон исполнила оперу Сергея Прокофьева «Пётр и Волк» на рождественском концерте с Каримским камерным оркестром в церкви СВ. Иакована Пикадиллия, Лондон, 14 декабря 2007 года. Она была рассказчик концерт-открытие в 2008 году, Эдинбургский международный фестиваль, взлет и падение города Махагони Пакурта Вайли и Бертольда Брехта в Ашер-Холл в пятницу, 8 августа 2008 года эта работа принесла вместе сно. Хор Эдинбургский фестиваль, дамы из Королевской шотландской академии музыки и драмы и 8 солисток. С 9 по 20 марта 2009 года Гордон читал роман Нины Боуден «Семейные деньги» для книги BBC Radio 4 «Перед сном». Чарли Канду, родился 8 января 1973 года, британский актер-обозреватель и активист за права ЛГБТ, Канду получил серию ролей в телефильмах в подростковом возрасте 1980-х годов. Позже у него были гостевые роли в британских телесериалах 1990-х годов. В 2007 году Канду получил более широкое признание, когда он взял на себя роль Маркуса Дента в мыльной опере «Улица коронации», которой он оставался до 2014 года. Он также сыграл роль Бена Шервуда в медицинской драме «Холби-сити». Канду использовал свою известность как платформу для продвижения прав ЛГБТ, стал покровителем благотворительных организаций и защитником однополых родителей. Актерская карьера Канду началась в американском телефильме 1985 года «Ключ к ребёке» в роли Билли Вандома. Билли – молодой сын главного героя Уильяма, которого играет Клифф Робертсон. Затем он появился в фильме 1985 года «Подвиги на западном поле» в возрасте 12 лет. Его телевизионная карьера продолжалась в подростковом возрасте с появлением в шоу «Робин» и с Шервудой «Чувство вины». В 1988 году Канду снялась в телефильме «Каждое дыхание», которое ты возьмёшь в роли 13-летнего певца. Он работал с актрисой Конни Бут, которая сыграла его экранную мать в фильме. Он получил роль Стюарта Уолвиса в шестисерийном британском комедийном драматическом сериале «Семья Вулвис». Шоу фокусируется на семейных проблемах Вулвисов, где Стюард – проблемный подросток в семье. Он продолжил, когда ему было за 20, сыграв множество ролей в таких сериалах, как «Мартин Чезловит», «Пирог в небе», «Билл», «Пиковая практика», «Городская готика», «Бесконечные миры» Герберта Уэллса и «Убийство в середине дня». Другие роли включали появление в качестве гостя не но в телесериалах «Дай мне, дай мне, дай мне» вместе с Кэти Берг и Джайлза в фильме «Мертвые дети». Затем он сыграл роль Агюста в триллере 2001 года Шарлотта Грей вместе с Кейт Бланшетт. В 2005 году актер сыграл редактора Джона Тоннеда в ситкоме Channel 4 Натан Парли. В 2006 году Канду сыграл Ренуара в драме BBC «Импрессионисты». У него была эпизодическая роль эльфа в фильме Фреда Клауса. В 2007 году Канду присоединился к актерскому составу британской мыльной оперы Coronation Street, сыграв Маркуса Дента. В 2008 году он покинул шоу и заявил, что я фантастически провел время на улице коронации, но как актер, работающий на работу, я считаю, что пора двигаться дальше. Публицист из шоу добавил, что нам будет грустно, если Чарли уйдет. В то время Канду указал, что в разработке есть несколько вещей, одна из которых – полнометражный фильм, который снимается за границей. Но все это пока скрыто. Этот фильм оказался хорошим, вышедшим позже в том же году. В 2013 году было объявлено, что Канду покинет Coronation Street в следующем году. В сентябре 2014 года он сыграл главную роль Адама в постановке Вест-Энда «Следующая осень». С сентября по декабрь 2016 года он принял участие в турне по Великобритании «The Rocky Horror Show». В феврале 2017 года Канду сыграл преподобного Хейла в британском туре по пьесе Артура Миллера Горнила. В том же году он был брошен на роль Саймона Осборна во второй серии драмы «Ива незабытые». В 2019 году Канду присоединился к актерскому составу Холби-Сити в роли гостя, сыграв доктора Бена Шервуда. Канду – открытый гей, и 8 июня 2015 года он женился на своем давнем канадском парне Кэмероне Лорд. Он живет в Ислингтоне со своим мужем и детьми Джорджи и Хеллом, которые делят свое время между ним и своей матерью, актрисой Кэтрин Кантер. Канду и Кантер впервые встретились в 1998 году и договорились друг с другом о том, что у них будет ребенок, если она все еще будет одинока в возрасте 40 лет. В ряде интервью Канду рассказала, что дети были зачаты в результате лечения ЭКО после 40-летия Кантера и разрыва отношений. С октября 2011 года по июль 2012 года он вел колонку в газете The Guardian на тему однополых родителей. Канду поддержал сохранение Великобритании членом Европейского союза на референдуме ЕС 2016 года. Активизм Канду был внесен в списки влияния ЛГБТ и опросы на протяжении своей карьеры. Он занял 15 место в списке World Pride Power List 2012 года и поднялся до 11 места в списке 2013 года. Кроме того, он занял 8 место в списке Pink Power 2011 журнала The Independent и 42 место в списке Pride Power List 2011 года. Он покровительствует благотворительным организациям Diversity Role Models и Albert Kennedy Trust, а также волонтером в Terence Higgins Trust. Канду также работал со Stonewall по сбору средств. В октябре 2012 года он был назван британским геизданием Attitude Человеком года на церемонии открытия награды Attitude и появился на обложке ноябрьского номера 2012 года. В 2014 году он был номинирован на премию защитник перемен на церемонии вручения наград ГЛАД в Лос-Анджелесе. Канду также был защитником семей ЛГБТ. В 2013 году он основал компанию Out with the Family, которая проводит мероприятия для ЛГБТ-семей. В 2016 году Канду написал вступление к книге Эрика Росвуда «Путешествие к однополому отцовству», «Советы из первых рук», «Советы и истории от лесбийских и гей-пар». В декабре 2019 года Канду выступил на семинаре, посвященном нетрадиционным семьям. В августе 2014 года Канду был одним из 200 общественных деятелей, подписавших письмо The Guardian против независимости Шотландии в преддверии сентябрьского референдума по этому вопросу. Отзывы, любовь англичан к детективам не ослабевает из века в век. Новый проект британского телевидения поведает о расследовании преступлений 20-30 летней давности, намекая зрителю, что для полиции Британской империи послаблений за счет сроков давности нет. Дело довольно запутанное и будь то останки, обнаруженные в фундаменте старого здания или труп в чемодане, найденные на дне болота. В целом проект интригует, но за время просмотра складывается ощущение, что акцент ставится не на деталях самих преступлений, а на побочных фактах личной жизни персонажей, поднимающих вопросы толерантности по отношению к целому перечню угнетаемых лиц от дискриминации по половому и расовому признакам вплоть до угнетения геев. Так что большую часть времени зрителю придется улавливать тонкую связь между самыми разнообразными явлениями, будь то проституция и ислам или гомосексуалисты и ирландская республиканская армия. Похоже я вышел в тираж. В том плане, что уже повторяюсь, преступления не слишком-то уникальны по своей сути. И тысячу лет назад, и сегодня, все тоже. И я повторяюсь в рецензиях. Все те же темы, все почти однообразно выглядит и читается, и смотрится. И этот сериал не нов. Тут все повторяется. Даже внутри сериала есть своя цикличность. Но и я повторюсь. В центре каждой сезонной истории лежат тайны, спрятанные в костях давно умерших. Эти кости бережно хранят тайны прошлого на день и час, когда их кто-то найдет в толще бетона, на дне под водой и в земле. Их найдут, дело времени. Скелеты словно тайники, сундуки, но не сокровищ, а чьих-то тайн. Секретным кодом к их открытию будет, возможно, геном человека, его травмы, оставленные при телевещи. Я же с одержимостью буду следить за каждой историей, ожидая развязки. Каждый раз нам показывают не просто детективную работу, но и возможных убийц. Мы сразу видим всех подозреваемых, оцениваем их со стороны, гадаем, кто мог это все сделать, какой мотив у них был. Нам даже показывают отвлеченные эпизодически саму жизнь этих людей. Потом постепенно картина вырисовывается. Одна за другой тайны раскрываются во всей красе. Убийство, не просто убийство. Убийство таит в себе мотив. Мотивация преступника иногда для зрителя куда интереснее. Может быть, даже и сама жертва условно куда хуже того, кто ее убил. И расследовать преступление, проступки жертвы еще занимательней. Подчеркивание, сериал хорошо прописан. Даже диву даешься тому, что сделал сценарист той или иной истории. Откуда столько фантазий, извращенности, возможно даже ужасные извращенности. В каждом сезоне специально затрагиваются животрепещущие для текущего поколения темы. Сами герои заостряют внимание на том, что те же вроде как ужасные вещи, мотивы части преступников, на момент совершения преступлений, десятки лет назад, были не такими, то есть общество воспринимало и оценивало все несколько иначе. Мы наблюдаем разность оценки через года. Смотрим и на то, что делают с преступниками годы молчаливого хранения тайны или даже многих тайн, многих ужасных тайн. На самом деле даже к ужасам привыкаешь. Да, они остаются ужасами. Но со временем твоя душа, мозг начинают как бы привыкать, чтобы излишне не травмироваться. Это как с телом. Наш организм так устроен, что при определенном болевом пороге чувства отключаются. То есть, боль, к примеру, никуда не уходит. Но мозг просто начинает игнорировать информацию о ней, если ее слишком уж много и пользы от нее уже нет. Здесь много ужасных преступлений и поступков, но мозг уже не воспринимает все это. Он просто смотрит, даже не оценивает уже. Мы зажрались бесконечным потоком информации, сериалов, кино, передач, книг, притч, слухов. Незабываемый, английский сериал о криминальной драме, который впервые располучился в эфир на канале Ива 8 октября 2015 года. Он написан создателем Крисом Лэнгом и снят Энди Уилсоном. Программа ведает о вторых английских детективах, Де Си Кэси Стюарт, Никола Уолкер и детективе Сани Хан, Санджиф Пхаскар, какие открывают нераскрытые дела об исчезновениях и убийствах. В Великобритании транслировались три серии, любая из шестых серий. Первая серия в 2015 году, вторая серия в 2017 году и третья серия в 2018 году. Дело с жертвой. По мерке раскрытия секрета убийства эмоциональные последствия правонарушения в Тамжодухе исследуются в жизнях пострадавших. Незабытый получил признание критиков, Том Куртине получил телевизионную премию Бафта 2016 за топовую мужскую роль другого плана за первый сериал, а Молоток Баннар получил премию Бафта Шотландия 2017 года за топовую мужскую роль на телевидении за второй сериал. Четвертую серию планировалось отпустить осенью 2019 года, но Ива подтвердила лишь в январе 2020 года, что съемки начались, а трансляция отложена. Показ новейшего телесериала начался в феврале 2021 года. Первая серия приурочена к убийству 17-летнего Джеймса Джимми Салливана, Харли Александер Суле, исчезнувшего в 1976 году. Его остатки были выявлены во время сноса дома в Северном Лондоне. Вторая серия рассказывает об убийстве Дэвида Уокера, Дэниел Гослинг, консультанта консервативной партии, который исчез без новости в 1990 году. Его омыленные остатки были найдены в чемодане, брошенном в реку ли на северо-востоке Лондона. В третьей серии расследует убийство школьницы Хейли Рид, Брана Кво, который пропал из приморского курортного городка на новогоднюю ночь 1999. Ее скелет найден рабочими чинит центральную оговорку о автомагистрали М1 в Лондоне. Съемки главного телесериала начались в марте 2015 года и продолжались 12 недель. Места включали Ливерпуль, пригороды Лондона, Кингстон-Опон-Темс, побережье Эссикса, Вестминстер и Фёнс. После неожиданного успеха главного телесериала Ива заказала вторую серию, Лэнг возвратился в качестве сценариста, а Уилсон – в качестве режиссера. Он был застрелен на месте на сберегаю реки Ле в Катсуолде и вдоль набережной в Брайтоне. О заказе третьей серии было объявлено 2 марта 2017 года после мощных просмотров. Действие происходило в Лемингтоне, Хэмпшире, который заменил вымышленный Миддингхэм и его низовья, Акзридже, Миддлсиксё, омершемя в Бэкингемшире, Клифтоне в Бристоле, Илинге в Западном Лондоне и Кингс, Линне и Хонстинтоне в Норфолке. Пустой дом в Булстроуд парке неподалеку от Джерардс Кросс, Бэкингемшир, служил помещением для полицейского участка и лаборатории. Спустя только 7 недель после окончания съемок третий сериал начал транслироваться в Великобритании 15 июля 2018 года. Четвертую серию планировалось отпустить осенью 2019 года, но Ива подтвердила лишь в январе 2020 года, что съемки начались, а запланированные сроки трансляции были отложены. В сентябре 2020 года было объявлено, что съемки возобновились, и сериал планируется представить в 2021 году, когда артисты Уокер, Пхаскар, Ривз и Иган опять сыграют свои роли. В результате новейший сериал начал показ в феврале 2021 года. Жизнеописание актеров, Никола Уокер, родилась 15 мая 1970 года, британская артистка, популярная своими ролями в разных английских телепрограммах с 1990-х годов, в том числе роль Рут Эвершет в шпионской драме «Призраки» с 2003 по 2011 годы. Она в Тамжодухе работала в театре, радио и кино. В 2013 году она выиграла премию Оливье за топовую дамскую роль другого плана за спектакль «Забавный инцидент с собакой в ночное время» и дважды номинировалась на премию Бафта Ти Ви за топовую дамскую роль другого плана за драму BBC «Последняя танго в Галифоксе». Предложив пространство в Королевской академии драматического художества после окончания Кембриджа, Уокер уже имела некоторое количество ролей агента, благодаря чему она решила продлить свою актерскую карьеру. Живя в Лондоне, она разделяла квартиру с Перкинсом, Сарой Фелбс и Эммой Кеннеди, а в Тамжодухе выступала на Эдинбургском фестивале и Лондонском фестивале Фриндж. Телевидение первые ключевые роли Уокера на телевидении были в 1997 году, когда он сыграл Джипси Джонса в привыкании Channel 4 «Танец на музыку времени» и как преподавательница британского языка Сьюзи Трэвис в вторых сериях школьного ситкома Стивена Мафата Мелл. Она в Тамжодухе возникала в гостевых ролях в таковых сериалах, как «Далзил и Паска», «Джонатан Крик», «Пирог в небе» и «Броукен Ньюз». В 1997 году она сыграла ключевую роль инспектора Сьюзан Тейлор в триллере «Ива прикосновения к злу» с Робсоном Грином. Она в Тамжодухе возникла в вторых его продолжениях в 1998 и 1999 годах. Также в 1999 году она сыграла ключевую роль в постапокалиптическом драматическом телесериале «Последний поезд». В Тамжодухе показан нам наива, по сценарию грядущего сценариста «Призраков» Мэтью Грэма. Также в 2003 году Уокер играл Молли в BBC радиопривыкания Нью-Романцерпа Уильяма Гибсона. В 2003 году, когда производственная группа Kudoos Television желала сменить персонажа, которого играет Дженни Агутер в первом телесериале «Призраков». Роль Руд Эвершетт была умышленно написана для Уокер из второго сезона. Она оставалась в шоу до пятой серии, в постановке которого было объявлено, что она ждет собственного главного малыша и уезжает. Она возвратилась в 2009 году и продолжала действовать до тех пор, покуда сериал не кончился в 2011 году. Бен Джи Уилсон из Daily Telegraph похвалил Уокер за выступление, заявив, актриса, выжимавшая каждую каплю из наибольшего в мире тряпичного коврика на телевидении огромную дробь десятилетия. Сцена с Питером Фертом, еще одним красивым игроком, перевоплотился в замкнутые мелкие пузыри из Вельдшмерца в каждом крайнем эпизоде. В 2007 году Уокер сыграл главную роль другого плана в роли похитителя деток в драматическом телесериале «Ива 1 Торн» и возник в привыкание BBC Оливера Твиста. В 2009 году она возникла в качестве горничной в новейшей BBC привыкания в Генри Джеймса «Поворот винта», который в Тамжодухе играл ключевую роль Мишель Дака и Сью Джонстон. В 2010 году Уокер возникла в роли осажденной супруги Линда Шант, убийца в эпизоде криминального триллера BBC 1 Лютер. В феврале 2011 года она возникла в роли нервного общественного труженика Венди в телесериале BBC «Быть человеком». В феврале 2012 года она сыграла ключевую роль в криминальной драме BBC «Инсайт Мэн». С 2012 по 2020 год она возникла в роли Джиллиан Гринвуд, урожденной Баттершоу, совместно с Дереком Якоби, Энн Рид и Сарой Ланкашир в пяти сериях уникальной драмы BBC «Последняя танго в Галифоксе». В феврале и марте 2013 года Уокер воссоединилась со собственной былей сотрудником по Кембридж-футлайт Сью Перкинс в комедии BBC «Хэддинг Аут». Затем она возникла во второй серии «Жены заключенных» и третьей серии «Скотт и Билли», сыграв Хиллен Бартлетт. Уокера опять была номинирована на телевизионную премию Бафта в категории «Лучшая артистка другого плана» в 2014 году за роль в кинофильме «Последняя танго в Галифоксе». Но заслугу получила ее партнерша по кинофильму Сара Ланкашир. В 2015 году она возникла как Джеки Стиви Стивенсон, сотрудник Д, Джон Рика играет Стеллан Скарсгард в телесериале BBC «Рива». Она в «Тамжодухе» снялась в роли Дэси Кэсси Стюарт совместно с артистом Санживом Пхаскаром в роли «Сунил Санни Хан» в драматическом телесериале «Иван Форджатен», который возвратился в четвертый сезон в 2021 году. С 2018 по 2020 год Уокер снялся в роли Ханны Де Фостерн, защитника по разводам в вторых сериях драматического телесериала BBC «Раскол» и в роли преподобного Джейн Оливер в телесериале BBC «Два залог». Уокер одолжил десятое пространство в перечне «Радио Таймс ТВ-100» за 2018 год, который, как утверждается, сочиняли руководители телевидения и ветераны вещания. Театр Уокер выиграла премию «Оливье» в 2013 году за топовую дамскую роль другого плана в роли Джуди, мамы главного богатыря Кристофера. В кинофильме «Забавный инцидент с собакой в ночное время». Спектакль получил семь премий «Оливье», что эквивалентно рекордной победе «Матильда мюзикл» в 2012 году. В 2014 году она сыграла совместно с Марком Стронгом и Фиби Фокс в пьесе Артура Миллера «Видс моста» в театре «Янг Вик». Спектакль получил очень позитивные отзывы критиков и в 2015 году был переведен в театр Виндхэма в английском Вест-Энде и в театр Лайсием на Бродвее. Фильм в фильмах роли Уокера, как правило, были второстепенными. Ее самая заметная роль – раздражающая фолк-певица в кинофильме «Четыре женитьбы» и «Одни похороны». 1994, которая поет «Не могу улыбаться без тебя» на первой свадьбе. Также она возникла в художественной экранизации классического сериала «Сандер Берс» 2004. В 2005 году она изобразила английского журналиста, пострадавшего от геноцида в Руанде, в «Стрельбе в собак». Ауди в 2002 году Уолкер снялся в радиопостановке BBC по киберпанк-роману Уильяма Гибсона «Не роман». В июле 2011 года она сыграла важную роль другого плана Миттех Левчонка в аудиодроме «Доктор Кто» от Big Finish Productions «Робофобия» совместно с Сильвестром Макой в роли седьмого доктора. Характер Ченка оказался известным как с производителями и слушателями, а в феврале 2014 года Уолкер возвратился к роли, на этот раз в качестве фольги для Макганн С-8 «Доктора» в «Черных очах 2». Персонаж поддерживался на протяжении Dark Eyes 3 и Dark Eyes 4, в конце которых оказалось, что Ченка продолжит быть неизменным спутником доктора. Уолкер возвратился к роли в следующем четырехтомном Doom Coalition – Ravenous and Stranded. В 2017 году она снялась в привыкании фирмы из Уэллса романа «Облик будущего». С 2013 года Уолкер озвучивал норвежского детектива Анику Стрэндхёд в шести сериях драматического телесериала BBC Radio 4 Аника Намель, снятого Ником Уолкером и с продюсированным Sweet Talk. С 2018 по 2020 год она игралась роль доктора Элеонор Пек в постановке Red Hookstarize BBC Radio 4 Расследования Лавкрафта третьих историй Лавкрафта – дело Чарльза Декстера Уорда, шепчущего во тьме и тени над Энсмаутом совместно со собственным супругом Барнаби, Кей. Санджиф Пхаскар Обе, родился 31 октября 1963 года, британский комик-артист и телеведущий, более узнаваемый собственной работой в комедийном телесериале BBC «Ту боже милостивый я» и звездой ситкома «Кумарс» под номером 42. Он в там жодухе представил и снялся в телесериале документальных кинофильмов под заглавием Индии Сандживом Пхаскаром, в котором он путешествовал по Индии и побывал собственный наследственный дом в нынешнем Пакистане. Более драматические актерские роли Пхаскара включают ключевую роль доктора Прем Шармы в «Индийском докторе» и ключевую роль инспектора Сани Кхана в «Незабываемых». Пхаскар в настоящее время является ректором университета Сасикса. В 2003 году он был назван в The Observer одним из 50 самых забавных персонажей английской комедии. В 2006 году Пхаскар был удостоен звания Оуп – офицер высочайшего ордена Британской империи. Вскоре Пхаскар понял, что предпочитает комедию-маркетингу, и совместил стремление со собственным старым ином поколец Женитином Сони, чтобы приступить к двойной акт музыкальной комедии под заглавием «Тайной азиаты», который они впервые распредставили в 1996 году в сейчас несуществующем Центре искусств Тома Аллена в Восточный Лондон. Это выступление было показано в передаче журнала BBC под заглавием «Репортаж». Они в Тамжодухе деятельно выступали в Центре искусств «Ваттерманс» с обилием остальных выступлений на постоянных вечерах азиатской комедии под заглавием «One Nation Under A Groove» и «Инит». Их реальный прорыв произошел, когда они выступали в зале Оуэлл Хаус в Южном Лондоне, где после сурового обзора в журнале «Тайм-аут» журналиста и драматурга Бонни Грир к ним обратился Анил Гупта, продюсер такого, что обязана было начинать серию скетчей BBC «Goodness Gracious Me». Пхаскар снялся в нескольких фильмах английского изготовления, подключая «Гуру и Анита и я». У него в Тамжодухе была эпизодическая роль хозяина магазина в производстве Yash Rush Films Джум Берабар Джум. У него была основная роль в кинофильме 2019 года вчера, в котором он и его супруга Мира Сиал игрались в супружескую пару. Пхаскар, Кумарс и Гаррет Гейт совместно выпустили официальный сингл для Камик Релив в 2003 году, который провел три недели наверху английского чарта синглов и стал вторым самым продаваемым синглом года. В 2008 году Пхаскар дебютировал в музыкальном театре в роли короля Артура в спектакле «Спамолот» в английском Palace Theater. В октябре 2008 года он был показан на BBC Radio 4 as Desert Island Discs. Он возник в качестве посетителя на BBC Top Gear в 2003 году, установив время 1 час 51 минута. Ноль на влажной испытательной трассе Top Gear на Сузуки Лиана, что поставило его на 32-е пространства в начальной таблице фаворитов. В марте 2010 года он участвовал в комедийном шоу BBC Radio 4 «Я никогда не видел звездных войн». 23 июля 2010 года он был посетителем комедийного шоу BBC «Могу ли я соврать тебе». В рамках серии программ BBC, посвященных 60-летию независимости Индии и Пакистана, он снял документальный сериал BBC India с Сандживом Пхаскаром и режиссером Дип Сигалом, который транслировался в августе по случаю 60-летия независимости Индии. 2007. По этим BBC, это было эмоциональное странствие в наследственный дом его отца, который в данный момент располагаться в Пакистане. Его первая книжка Индии с Сандживом Пхаскаром, основанная на документальном телесериале, стала блокбастером Санди Таймс в 2007 году. Он в Тамжодухе был показан в документальном телесериале Channel 4 под заглавием «Дом, который сотворил меня». Это шоу, сделанное на топе в 2010 году, воссоздает дом его детства и познакомило его с персонажами его молодости. Он написал сценарий и снялся в ситкоме Ива Мумбай Коллинг и английском туре известного южноамериканского импровизационного шоу Totally Looped. 31 октября 2014 года Пхаскар провел ликбез кинофильмов Кермот и Мио, заменив Саймона Мэя на водящем киносеансе BBC. Он в Тамжодухе сыграл клавного богатыря онлайн-анимации Раиш Финес в 2014 году. В 2005 году Пхаскар был награжден Орденом Британской империи, ОУП, в новогоднем перечне наград. 23 февраля 2009 года он был назначен ректором Университета Сасикса, и он был официально назначен на летнюю церемонию выпуска 22 июля 2009 года. 26 июля 2019 года Санджив был удостоен звания знатного доктора института в символ признания его 10 лет в пост канцлера. В апреле 2015 года он был удостоен заслуги The Asian Awards за выдающиеся заслуги в области телевидения. В январе 2021 года Пхаскар снялся в привыкании Netflix «Песочный человек». Личная жизнь В январе 2005 года Пхаскар женился на шуте Мире сиял на церемонии, которая прошла в Личфилде, став аршир. У них имеется сын Шаан, который родился в Портлендской клинике 2 декабря 2005 года. В феврале 2009 года Пхаскар и остальные актеры написали открытое письмо в Times, протестуя против судебного процесса над фаворитами Веры Бахаи, который в то время проводился в Иране. Перед всеобщими выборами 2010 года Пхаскар был одной из 48 известных людей, подписавших письмо с предостережением о политике консервативной партии в отношении BBC. Пипа Никсон, Рот, 1980, британская артистка, обучалась в Манчестерской театральной школе. Пипа Никсон сыграла очень много ролей в кино и на телевидении, а в том жодухе записывала драму для BBC Радио. Но более только она популярна собственной театральной работой, получившей признание критиков. В начале собственной удачной сценической карьеры Никсон игралась различные роли как в современной, так и в классической литературе. В 2011 году, после работы в шекспировском глобусе, где она была отмечена премией Яна Чарльсона за роль Джессики в венецианском купце, Никсон перешла в королевскую шекспировскую труппу, чтобы проиграть некоторое количество основных ролей.